Другие вопросы. Вы говорите, Мастер, что ваше собственное послание – это что наслаждайтесь. Когда вы научитесь, то вы научитесь. Терст – куш. 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 Но жажда ваша должна продолжаться, пока вы не наполнитесь вообще полностью. Но вы не будете наслаждающими. Вы не должны быть наслаждающимися. Потому что наслаждающиеся означает, есть кто-то наслаждает, а наслаждающиеся и кто-то еще. А вы должны стать самой этой радостью, наслаждением. Но когда начинаем, сначала мы очень голодны, потом он начинает постепенно с удовлетворением. Когда вы приходите в радость, означает, что вы в сердце. И когда вы в сердце, в сердце ничего не случилось. И когда вы вот что есть, то и радость в сердце, в сердце. Что происходит? И когда вы очень наслаждающиеся, вы даже просто гуляете. И что бы ни происходило, все равно вы все равно. И когда вы начинаете наслаждающиеся, вы становитесь настоящим. И тогда умность начинает еще что-то хотеть. Еще что-то, что не случилось. Когда вы начинаете быть в настоящем моменте, когда ваш ум становится спокойным, спокойным, спокойным. И потом, я говорю, когда вы начнете жить вот в настоящем моменте, с момента, с момента, тогда вы забудете уже, вы будете беспокоиться о просветлении. Вы уже здесь. Даже если вы очень-очень, тогда просветление будет искать вас. Где вы? Кто каждый день? Кто каждый день? Существование каждый раз приходит и смотрит. Кто настоящий момент или? И если человек приземлен, значит, вот она приходит. И тогда он уходит уже. Но когда вы начинаете наслаждаться, ваша жажда успокаивается и ум становится меньше. Даже когда вы читаете, вы даже читаете много дискуссов. Вы очень заинтересованы. Вы каждый день читаете речь, вы слушаете. И когда вы начинаете медитацию, и, в слове, постепенно все понимают, что это все не важно. Мастер пишет и говорит, быть в этой тишине, в этом зазоре, быть в настоящем моменте. И когда быть там, не нужно никаких слов, просто быть там. И это точно у вас случится. И как мама говорит, чем больше восстановитесь в настоящем моменте, все это будет больше и больше происходить. Как вы, например, смотрите на какую-то гору, реку в горах. Вот она, когда течет, она там бурлится, лежит там очень много. И потом она переходит на равнину и уже такая спокойная. Даже когда она не очень широкая в горах и глубокая. Но когда она переходит на равнину, она становится очень большой и очень глубокой. Но выглядит так, как будто эти движения… Да, если вы смотрите, там Ганго идет около источника, она прямо там бурлится, кипит. Много камней, порогов они прыгают. Они даже, люди боятся идти внутрь. Река очень быстрая. Но когда река переходит на равнину, около Варанаси, он очень тихо. Но все равно течет. Она течет в океан. И как должна течь в океан. Но выглядит так Варанаси, что она не выглядит движущейся. Да, она двигается. Она все равно немножко жаждет. И вот эта жажда будет удовлетворена, когда вы окончательно строитесь с океаном. И вот в этот момент будет удовлетворение. Ну, как бы она выглядит только, что жажды больше нет. Но все равно… Даже жажда непроцветления будет меньше. Ну, вы начнете жить просто в настоящем моменте. Если вы просто живете в моменте, все уже ума нет. Да, если ума нет, то кто хочет? Уму хочет. И ума всегда постоянно торопится. Поначалу это очень случается. Да. Когда вы только после саньяса взяли, то есть вы начинаете… У вас так много происходит, все много медитаций. Ну, каждая медитация очень радостная. Ну, все. Да. Это выглядит, как мы можем добежать, достичь этого. Но постепенно, постепенно, как только энергия у нас становится меньше, мы начинаем замедляться. Но все равно протечение продолжается. Когда вот приходит радость, ума нет. Наслаждаться это значит быть в настоящем моменте. И когда у вас все наслаждает, умножаетесь даже в какой-то момент. Но постепенно вы дождаетесь, что вообще ни о чем не думаете. И вы должны просто быть в жизни. Как вот она течет. Хотите готовить, готовить, работать, работаете, идите туда, идите туда, идите сюда. Вы просто идете с жизнью. Как в жизни так. И постепенно река идет, идет, она все равно идет. И вы просто, жизнь вас приведет туда. Все равно она приведет. Идет. 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 Постепенно, постепенно, когда человек просто очень при земле, он очень тихий. Это жажда, она выглядит, как будто она закончилась. Но она глубоко внутри, она есть. Вы все равно чувствуете, что жизнь не дошла. Вы еще не дошли. Вы еще здесь. Но вы не можете много сделать. И когда ваш уменьшается, ваш деятель тоже уменьшается. И постепенно, постепенно, вообще, энергия делания успокаивается. И вот в этот момент уже, бац, вы пересел. Всю жизнь вы делаете, делаете, делаете имитацию. И всю жизнь вы просто медитировали, сохраняете осознанность. И это может случиться просто в момент выхода из тела. 90% людей так вот покидают и просветляются. Они не могут себя удержать. Просто смерть приходит и не уходит. Вы не можете сказать, смерть пришла. Вы не можете сказать, я хочу пустить. А быть здесь еще нет. Когда вы принимаете, что вот мое тело, время приходит, я должен уйти. И если это полное принятие вот этого момента, и вы полностью понимаете, что… Да, несмотря на то, что я имею столько всего и деньги, но я все это оставляю. Ничего не может идти, даже тело со мной не может идти. И вот медитация дает это понимание, что я не могу создавать с собой… Не могу не взять ничего с собой. Только вот вещь со мной – это вот наслаждение. Это тело, у него какие-то отношения, у него работа. Я этим вещам всем не сладеюсь, но внутри, я всегда глубоко внутри, я осознен. И вот это понимание делает вас свободным неравом. И в этот момент смерти он будет вас освобождать, если вы не боитесь. Если вы не боитесь смерти в этот момент, если вы испугаетесь в этот момент, вы вернетесь. Если нет, то просветлее. И это случается в жизни так и очень. Да, но большинство людей просветляются в момент покидания. Они идут за мастерами. Они уходят навсегда в небеса. Если существование хочет, вы тогда вернетесь. Если существование хочет, вы тогда делитесь. Тогда опять тело получите. Тогда еще. Но тогда нет. Но в противном случае нет. Просто продолжайте делиться. Наслаждайтесь жизнью. И тогда, пока вы наслаждаетесь, у вас вкус будет меньше-меньше. Жажда, жажда будет меньше-меньше. Сначала у вас только ум, но нет ума. В смысле только ум, но нет наслаждения. Потом наоборот. Сначала вы всегда хочу, я хочу, я хочу. Жизнь продолжается. И иногда учитель вас подгоняет. Давайте, давай. Время мало. Давайте, у вас всего немножко лет-то всего. Копай, копай, копай. Предлагаю силе. Давай всю энергию, всю силу свою. Почему он так говорит? Почему он так говорит? Почему он говорит? Давай на полную работай. Даже если вы даже полностью предлагаете, а у вас немножко предлагаетесь или ваш ум ум уменьшается. И энергия, вместе с одним копанием, энергия успокаивается. И вы будете становиться более наслаждающимися. И жизнь всегда показывает, смотрите, если вы не наслаждаетесь, то вы в данный момент. И если вы в настоящем моменте, то радость тоже приходит. Утро открываетесь, мы и те же самые деревья, та же самая жена, самая семья. Но если вы в настоящем моменте, каждый день эти деревья новые, жена новые, мужчина новый, дом новый. Вау класс. Приземленность дает вам глаза, куда бы вы смотрели, вы будете, будет все наслаждаться, везде красиво. И если вы наслаждаетесь всеми как наслаждение. Если внутри красота, то у вас вокруг красота. Да, то есть еще раз повторяю, что если вы приходите к себе на настоящий момент, то вот эта вот жажда будет меньше, 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 меньше. Ваше неосознанность еще сильнее, вы чувствуете, что ты еще не слишком должен, вы понимаете, что я еще не закончил, мне нужно двигаться, двигаться, двигаться. И вот это вот путешествие продолжает до тех пор, пока река уже не упала в океан, пока оно стало океаном. Ну, выглядит, что оно двигается медленно очень. Ну, это нормально, это случается. Ну, вы должны продолжать это, да? Наши руки должны продолжать. Должны продолжать быть более приземленными, быть более осознанными. Результат? Да. И результат не в наших руках. Когда это вот когда-то случится, когда мы будем осознаны в настоящем моменте, вот тогда это случится. Вау. Окей. Наслаждайтесь теперь музыкой. Завтра, послезавтра, вторник и среду не будет не будет. Не будет. Социально. И в четверг мы снова. Говорит, что его здесь не будет, музыки не будет, ничего, но вы можете прийти и просто послать и насладиться и насладиться тишинением тишины. Приходите. Приходите посидеть. Приходите посидеть просто, наблюдая ваше ум, ваше дыхание, тело. Вот это медитация. Что бы ни случилось, я просто смотрю на наблюдателя. И для наблюдателя, ну ладно, надо очень много мыслей приходить. Будьте в порядке. Я не сражаюсь. Расслабьтесь и наблюдайте. О, много как. О, он продолжает. После некоторого времени, когда энергия успокоится, она опять успокоится. Не сражайтесь. Не сражайтесь. Не надо разной негативной. Не говорите, я, о, нет, я не хочу. Это ваше. Это ваше. Это ваш мусор. Это ваша темнота. Она должна выйти. И вы должны только наблюдать. И потом, после этого, когда хорошо, просто наблюдаете. Плохо, просто наблюдаете. Неблюдение просто значит наблюдение. Неблюдение. Не важно, что происходит. Я просто наблюдаю. Я наблюдатель. Иногда. Теплые ветра, холодные ветра, вы не можете сменить. Вы просто наблюдаете. Можете смотреть. О, в этот момент горячо. О, в этот момент тепло. О, в этот момент тепло. Мы джаина не должны менять вопросы. Просто смотрите, джайны говорят, не меняй ничего, что бы происходило, просто смотрите, не сражайтесь, просто принимайте, вы иногда чувствуете себя очень плохим, последний человек в мире, самый говленый человек в мире, хорошо, просто принимайте, тогда изменения начнутся. Автоматически, что бы ни случалось, просто смотрите и понимаете, консформация случится, кто хочет приезжать, завтра приходите два дня, будет вот такая тишина здесь, никто хочет, просто может насладиться, может прокататься по Агону, посмотреть Гоа, есть много, очень много разных хороших мест, вы можете посетить их, насладиться ими, потом после этих двух дней опять будет практика. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...